Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Галина Витковская посетила Северский район с рабочим визитом. Вместе с районным прокурором Евгением Ширяевым, депутатом законодательного собрания края Сергеем Орленко, главой муниципалитета Андреем Дорошевским и главой черноморского поселения Владимиром Жигулиным осмотрели Крюковский водозабор. Из бюджета края на проект реконструкции сооружения выделили внушительную сумму. Но потратить её по назначению пока не получается. Скважины МУПа Крюковской коммунальной системы расположены на земельных участках, которые не оформлены должным образом. Некоторые из них даже не стоят на кадастровом учёте. Руководство как предприятия, так и черноморского поселения пока не готово объяснить, как выйти из сложившейся ситуации. Крюковский водозабор обеспечивает водой жителей посёлка Черноморского и частично Ильского. В общей сложности – 30 тысяч человек. На сегодняшний день физический износ объекта составляет 80-90%. А отдельные элементы полностью вышли из строя. Отсюда – частые поломки оборудования, порывы и потери воды. Край готов помочь. Деньги уже выделяли и ранее. Вот только позиция МУПа и администрации черноморского поселения, которому он принадлежит, до сих пор непонятно. И все время чего-то ждут. Полное бездействие. Потому что, еще раз говорю, в 22-м году выделялись средства на проектирование, реконструкцию данного объекта. За этот период времени – 22-й и 23-й. То есть, они в свое время незаконно подали заявку, потому что у них не оформлены земельные участки. Не только под скважины, а под линейной частью. По словам представителей предприятия, еще одна проблема – тяжелая финансовая ситуация. Сложилась из-за того, что ильские коммунальные системы не оплачивают потребляемые ресурсы. Ссылаются на то, что прибор учета установлен некорректно. Дело уже рассматривается в суде. Сумма иска – больше 100 миллионов. Рабочая группа встретилась с представителями ильских коммунальных систем и главой поселка возле одной из скважин. Посетили также 12-ю артезианскую скважину в станице Северской. Благодаря мерам краевой поддержки здесь скоро начнут капитальный ремонт. Отремонтируют в этом году и скважину номер 6. Осмотрели и канализационно-насосную станцию на территории Северской центральной районной больницы, которая нуждается в реконструкции. По итогам объезда с представителями коммунальных служб и главами поселений провели совещание, на котором обсудили конкретные меры по улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства района.